Альбом рассказывает об истории здания Епархиального управления Владикавказской епархии Русской Православной Церкви, а также его возвращении церкви и реставрации. Что же представляла собой резиденция Владикавказских архиереев? Его история начинается с императорского указа от 3 апреля 1875 года об учреждении во Владикавказе епископской кафедры по началу векарной. В 1911 году уже при епископе Владикавказском и Моздокском Агапите Вишневском было начато строительство нового храма при архиерейском доме. К 1917 году резиденция Владикавказского архиерея включала в себя архиерейский дом, храмы во имя святого равноапостольного великого князя Вландимира и в честь казанской иконы Божьей Матери, а также двухэтажный поместный дом. В 1922 году комплекс здания архиерейского дома был передан военному ведомству. 22 сентября 2020 года во Владикавказе состоялось торжественное открытие исторической архиерейской резиденции XIX века. Историческая архиерейская резиденция в центре Владикавказа является объектом культурного наследия. Реставрационные работы продолжались здесь в течение шести лет. За это время был восстановлен исторический облик здания, отреставрирован фасад, восстановлен храм святого равноапостольного великого князя Владимира с исторической колокольней и алтарем. В восстановленном комплексе разместился Владикавказский духовно-просветительский центр, воскресная школа, епархиальная библиотека, а также епархиальное управление и древлехранилище. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова